друзья мои добрый день 19 марта ленинградская область обзор рассады перцев и томатов всех с ней хорошо растем перцы были посеяны 10 февраля томаты 12 февраля следом сухими семенами в чистый торфограбалт под вермикулит сходили дружно от 3 до 10 дней схожесть 98 процентов подкормки были это кальцевая селитра 1,5-2 грамма на 1 литр воды плюс монокалий фосфат 1 грамм плюс 0,2 грамма янтарной кислоты это минералка также полив с органом минеральными жидкими удобрениями добрая сила для рассады верми кофе для рассады гумат калия выглядят хорошо чудесно стоят на веранде здесь ночами где-то 10-12 градусов растут днем солнца у нас нет было солнце в конце февраля в начале марта где-то понеделье и вот уже больше 10 дней солнца отсутствует поэтому конечно нам для рассады обязательно нужны фитолампы но здесь стоят у окна но такая тут приделана фитолампа простенькая но с перцами не так страшно то есть начальный этап был у них под хорошими лампами поэтому они не вытянулись крепенькие но уже здесь от холода я думаю сильно не потянутся также вот эти корна де тора забор красный я показывала который обрезала но пока еще не начинают расти вот только-только кое-что появляется вот это вот бока том кап который был по 7 20 декабря и обрезана значит уже не единожды вот такой вот кустик получается хороший так что все нормально вот они заборы ну и здесь томаты здесь лес густой потому что здесь куча экспериментальных томатов вот в основном цветут это тот томат хай-тек f2 редета вот они все пасынки в цвету но пока живы-здоровы поэтому посмотрим что с ними дальше делать также вот они томатики вот так вот выглядит неплохо то есть вот под лампами видите вот вот такие вот стволики это все высокорослые томаты но солнце у нас нет вообще где-то порядка шести нет двух трех градусов тепла ночами небольшие заморозки вот но солнце отсутствует и конечно может томат вот допустим не стоящий не под лампой вот может выглядеть вот таким вот образом ну это это пасынок от редета поэтому не страшно что-нибудь я с ним что и что нибудь я с ним придумаю ну в общем так по поводу ламп тоже вот это экспериментальный у меня был томат посажен он был это высокорослый 8 0 1 испытывала значит всевозможные способы выращивания под лампами вот но сработала отчасти и так как у меня лампа очень сильная то есть укрывной вот между спамбунт между лампой это немножко помогал и также хилат оценка видите все как бы немного остановило это вот она вот такая вот уэдема под лампами как ни крути вот есть и такое то есть вот видите тут даже не помогло что это наши хирбас вот но вы знаете я уже говорила что в принципе это не страшно главное нам не потерять точку роста это вот так вот уберем и и все на этом и переживать мы больше по этому поводу не будем вот что будет то будет есть вот такая вот шикарная рассада опять же шикарные эти наши вот мадрид хорошие также сакура здесь в общем все нормально все хорошо такие вот помидоры висят огурцы ну холодно практически там двухлитровый наверно два с половиной и даже три литра горшок но стоит так и из любопытства цветет в общем короче слава богу ну в общем вот так вот где-то с рассадой а значит на сегодняшний момент я занимаюсь перевалкой процедура перри перри пикировки у меня отсутствует потому что сразу были посеяны в 200 граммовые стаканчики с с выдвижным дном так переваливать я буду вот как можете видеть вот в такие уже не первый год 08 и также вот такие вот литровые литровые горшочки от прошлых лет получается вот такие не совсем красивые но нам главное чтобы у нас была красивая рассада значит грунт я что делаю это торф 10 частей одну часть вермикулита и одну часть биогумуса это для томатов и две части биогумуса это для перцев проливаю сразу этот объем агатом ну где-то делаю знаете агат так как есть он у меня в общем и разбавляю но наверно 0 5 0 5 миллилитра на полтора литра воды и такую замешиваю в емкости 20 литров от из торфа и биогумуса вермикулита и туда где-то заливаю две лейки 3 литра все это стоит размешиваю ну и потом заполняю и уже при перевалке поливаю максифол рутафармом это стимулятор развития корней и от агромастер там идет у меня где-то 2 миллилитра на 1 литр воды ну вот 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 такие вот так томаты будут у меня эти высаживаться в неотапливаемую теплицу стеклянную где-то 15-20 апреля перцы пойдут в теплицу с 1 по 10 мая в зависимости от погоды значит высаживаю я немного прогрев грунт как я прогреваю грунт я уже показывала когда я сделаю все в тоже в теплице на этой неделе тоже пока покажу это все так и что пока в общем-то нет никаких полевых работ и у меня еще новая тема хочу рассказать это я приобрела приборчик с подачи сестры сейчас покажу вот такой вот вот такой прибор многие я думаю уже знакомая для меня это новое это рефлектометр рефлектометр для измерения сахара в плодах а также в растениях завет растениях совет в листях то есть советую поинтересоваться этой темой пока есть время очень интересно с его помощью с помощью таблицы брикс мы можем определить уровень сахаров ну глюкозы будем так и фруктозы или ну что там короче сахара и на основании этого можно решить полезен нам этот овощ или фрукт или не полезен так как при низком по таблице можно посмотреть есть низкий уровень брикс средний и высокий при низком это скорее всего что плоды за не трачены но это вот для того чтобы покупая в магазине допустим те же яблоки вы можете проверить как у каков у них брикс по таблице посмотреть и в источнике определите что там большое количество нитратов конечно это не показывает но чисто логически можно значит это это так сказать все так оно может быть а также выдавливая сок из растений можно определить с определенными знаниями и понять чего не хватает вашим растениям под действуя и также посмотреть под действовали подкормки или нет набираете я сама учусь тоже у некоторых блогеров набираете про лифри рефри рефлектометр вот и значит изучаете эту тему но в общем очень мне понравилось очень интересно в общем буду экспериментировать и делиться с вами вот в частности можно будет посмотреть по подкормкам минеральными удобрениями и в результате какой у нас будет брикс и и а также будем уже по науке определять по соку в листике что нам не хватает по всяком случае попытаемся не гарантирую что это получится но как одно такое вот интересное развлечение вот не на пенсии так что думаю что имеет место быть тему пока изучаю нужна практика в процессе познания если кому-то это интересно и конечно же буду рассказывать и хочу еще одну тему затронуть она очень насущна очень важно на сегодняшний момент почему потому что мы сейчас будем покупать рассады будем покупать черенки будем покупать цветы в горшах в горшках и друзья мои опыт вообще просто это как сказать это опыт не положительный а отрицательный то есть мой опыт это были куплены саженцы клубники участника из московской области и весь сезон я боролась с белокрылкой также в этом году я приобрела черенки и значит не подумав поставила вместе там вот с этой рассады которая у меня экспериментальная поставила эти череночки и поимела я тлю и комариков и до сих пор и я борюсь с этой плей это конечно вообще просто очень очень неприятно также значит у знакомый подаренный был горшочки розочка и она получила паутинного клеща но так как не занимается рассады собственно говоря выкинули и все но мы можем принести и паутинный клещ на свою рассаду и также общалась с одной из по из по из подписчиц после восьмого марта после подаренного шикарного букета мужем значит полетела белокрылка даже такое то есть сейчас ну все пытаются как могут заработать и не всегда прибегают к тем мерам которые необходимы это я уже поняла и мало того что мы с семенами растащили кладоспариозы по всей россии кто занимается томатами скажут что 15 лет назад не было никакого кладоспариоза как пошли у нас отчастников и семена стала расходиться кладоспариоз то есть пять лет назад я когда говорил о кладоспариозе от семян меня закидали чуть ли не тухлыми яйцами тухлыми яйцами было сильное возмущение сейчас открываете любого блогера и прошло уже пять шесть лет пять лет и в каждом у каждого блогера это кладоспариоз вот отсюда а теперь и мы точно так же значит разносим себе хорошо что еще только эту трюль и комарик а также у нас никогда здесь северных шортах она не на ней зимует белокрылка но вот с южных регионов если получить рассаду то белокрылка может у вас появится у меня был такой опыт ну вот то есть для меня лично теперь табу ничего не заносить в дом и не в конце сезона там наверняка что-то на нем будет никаких подарков в виде букетов и горшков когда у меня в доме вот такая рассада или если вот хочется какие-то допустим черенки то есть нужно обязательно чтобы они проходили через очень жесткий карантин а вот но у меня получилось так что вот я всю зиму на перцах по борюсь с трюй а то что она пошла именно с черенков но я это видела уже потом когда уже увидела то было уже так сказать поздно нужно было конечно тоже держать все в карантине вот такие вот темы друзья мои я подняла если кому-то интересно что-то из этого значит и вы спрашиваете будем дальше рассказывать показывать особо снимать нечего потому что все что я знала все я рассказала ну вот теперь занимаюсь вот этим друзья мои всем хорошего настроения хорошей крепкой рассады прежде чем воспользоваться чьими-то советами обязательно думайте вот так не идите на все вот эти то что сейчас тысячи и тысячи у нас агрономов с рассадой я такая же вот как знаете в поговорке было каждый суслик агроном и каждый предлагает супер-пуперские средства вот и в результате бывает так что мы теряем рассаду мы умнее у одного взяли у другого взяли у третьего взяли и все это вместе запихнули результат бывает плачевный вот стоит рассада практически полив после того как высохнет почва а почва высыхает очень медленно из-за того что нет солнца вот и все нормально вот друзья мои вот такие у нас дела всем всего самого хорошего пока 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 пока